Продолжаем серию уроков о нашем любимом пророке. И здесь вот именно тема сообщения пророка о будущих предстоящих событиях. По смыслу досточимый посланник сам по себе скрытого не знал, но ему сообщил об этом Всевышний, и он сообщил людям. Всевышний же и хаким, мудрый и рахим, милосердный, а мудрость и сострадание требуют сокрытия многого из того, что ждет в будущем. Потому что в этом мире слишком много вещей, неприятных человеку, знать о них заранее – это мучение. Итак, исходя из этого секрета, время смерти оставлено для человека неопределенным, и бедствия, которые его постигнут, сокрыты за завесой неизвестности. И поскольку этого требует мудрость и милость Всевышнего, то для того, чтобы чересчур не бередить слишком чуткое милосердие пророка к своей уме, а также чтобы излишне не причинять боль его обостренному состраданию к своей семье и сподвижникам, не показывать ему все и во всех подробностях ужасные события, постигшие его семью, сподвижников и уму после его смерти, является необходимостью мудрости. Однако, опять же, ради некоторых мудростей важные события в нестрашном виде были показаны ему. Он же сообщил о них. Также и о хороших событиях он был изучен частью в общем виде, а частью в подробностях. И тоже сообщил о них. И его сообщения в достоверном виде передали нам настоящие ученые мухаддисы, исследовавшие хадисы, пребывая на самых высших степенях благобоязненности, справедливости и праведности. Страшно боящиеся угрозы хадиса. То есть, пророк И.С. сказал, кто намеренно скажет обо мне какую-то ложь, пусть готовится место в аду. А также очень пугающиеся перед суровым аятом. Фа мэн азлэм и мэн кэзэва аля Аллах. Кто может более несправедлив, кто лжет относительно Аллаха. Общий смысл такой. Итак, приведем несколько примеров хадисов, касающихся событий скрытого, то есть будущей. Пока еще не произошло, пророк И.С. очень многие вещи сказал, что будет, и оно так и произошло. «Через достоверное предание и в степени мутаватр до нас дошло, что досточимый посланник А.С. стоя на мембаре среди своих подвижников объявил «Ибн Хасану Газа Саидун союз нюху Аллаху бихи байна фиатайни азиматайн». То есть, то, что Газати Хасан, ради Аллаха, станет причиной примирения двух больших армий. Итак, через сорок лет, когда два самых больших исламских войска вышли против друг друга, Хасан, ради Аллаха, примирившись с Муавей, ради Аллаха, подтвердил чудесное предсказание своего деда, то есть пророка А.С. «И почтенному Али, он, А.С. сообщил, один человек намочит твою бороду твоей же кровью». Али, ради Аллаха, того человека знал, и это был Абдул-Рахман ибн Мульджайму аль-Хариджи. То есть пророк А.С. предсказал человека, который убьет Али, ради Аллаха. И Али, ради Аллаха, этого человека знал, то есть один из хариджитов, который потом убил Али, ради Аллаха. И пророк А.С. известил, что признаком хариджитов будет то, что среди них будет человек, называемый Зусаидия, двух груды. И среди убитых хариджитов был этот человек. Почтенный Али, ради Аллаха, показал его как доказательство своей справедливости и объявил о чуде пророка А.С. И досточимый посланник А.С. в хадисе перед А.С., а также в других достоверных преданиях сообщил, что почтенный Хусейн будет убит в Тафе, то есть в Карбеле. Через 50 лет произошло то ужасное событие и подтвердило это предсказание. И Иоанн А.С. много раз говорил, мой род, то есть Алибейд, после меня, яль кауна катляну тащриида, то есть поддержница убийством, бедам и ссылкам. И в некоторой степени объяснил это, что в действительности и произошло. В связи с этим имеется очень серьезный вопрос. А именно, несмотря на то, что почтенный Али, ради Аллаха, был настолько достоин халифата и обладал необыкновенной смелостью и знанием, почему он не стал первым халифом? И почему во время его правления исламский мир впал в такую неразбереху, то есть внутренние какие-то события были, разногласия и так далее? Ответ. Один великий богослов из рода пророка А.С. сказал, Досточим посланник А.С. желал, чтобы халифом стал Али, ради Аллаха, однако в откровении ему было сказано, что Аллах желает другого, и он, А.С. оставив свое желание, подчинился желанию Аллаха. Одна из мудростей этого божественного желания должна быть такова. После смерти пророка А.С., сахабы больше всего нуждались в единении и союзе. Если бы их возглавил почтенный Али, то по свидетельству событий, проявившихся во время его правления, и по причине прямой, бесстрашной, аскетической, героической и ни в ком не нуждающейся натуре почтенного Али, ради Аллаха, а также его известной во весь мир отваги, была велика вероятность того, что, проводив во многих личностях и племенах чувства соперничества, он стал бы причиной раскола. И еще одна мудрость того, что правление почтенного Али было отсрочно таково, со смещением друг с другом весьма многочисленных народов, несущих в себе зачатки 73 ответвлений, которые, как сообщил пророк А.С., развиваются в будущем, во время появления несущих смуту событий, нужен был такой необыкновенно смелый и проницательный человек, как почтенный Али, ради Аллаха, представляющийся такую мощную и уважаемую силу, как род Хашимидов и род Пророка А.С. Лишь такой человек мог выстоять в той ситуации. Да, он выстоял, как сообщил достаточный посланник А.С., я воевал ради низ послания Хурана, ты же будешь воевать ради его разъяснения, то есть правильного понимания. То есть именно когда он нужен был такой человек, именно Всевышний Аллах сделал, чтобы он стал халифом. И если бы не было почтенного Али, то весьма вероятно, что мирское царствование полностью сбило бы с пути амиятских правителей. Однако, поскольку перед собой они видели почтенного Али и семью пророка А.С., то для сохранения равновесия и своего положения в глазах мусульман, все правители амиятского государства, желая того или нет, если и не самолично, то во всяком случае их сторонники и подчиненные с их поощрения всеми силами старались сохранить и распространять истинные ислама, веры и Курана. То есть именно чтобы авторитет свой не терять, видя перед собой семью пророка А.С., они вынуждены были тоже стараться на пути ислама. И в их государстве были воспитаны сотни тысяч истинных толковательных Курана, прекрасных татаковых алисов и святых праведников. А если бы им не противостояла весьма великая святость, религиозность и совершенство членов семьи пророка А.С., то весьма вероятно, что подобно последним из амиядов и аббасидов они бы полностью сбились с пути. Что и стало причиной потом разрушения амиядского и аббасидского государств. События, которые произошли точно так, как предсказал пророк А.С. Ратасан, тысячи, их множество, мы укажем лишь на несколько частных примеров. Итак, составители шести сборников хадисов, известных своей достоверностью, во главе с Бухарием и Муслимом единодушны в истинности большинства сообщений, о которых мы расскажем. И многие из них по смыслу мутаватер. А часть также, поскольку в пользу их достоверности высказываются ученые и исследователи истины, могут считаться несомненными, как мутаватер, то есть достоверными. Итак, согласно несомненному достоверному преданию, пророк А.С. сообщил своим сахабам следующее. Вы победите всех ваших врагов, завоюете Мекку, Хайвар, Шам, Иран, Иран и Иерусалим. И вы разделите между собой сокровищницы императоров самых больших государств того времени, Ирана и Рима, то есть Персии и Рима. Он сообщил об этом и при этом не сказал, я предполагаю или я так думаю, то есть как вероятность не говорил он, он говорил, что будет. То есть сто процентов. Но сказал так твердо, словно видел это собственными глазами. И как он сказал, так все и произошло. Между тем, когда он говорил об этом, был вынужден переселиться. С подвижниковым было мало, а кругом Медины и весь мир был полон противниками. То есть, да, есть такой ревард, что пророк А.С. сам именно когда для обороны от нападающих многобожников ему приходилось самому жить, помогать сахабам жилеров они, чтобы предотвратить нападение. И в это время он сообщает о том, что вы там полмира, то есть ислам распространите и будете делить между собой сокровищницы самых больших государств. И в это время лицемеры насмехались над пророком А.С. и над сахабами, что он как бы, да, роет ров сам сейчас, чтобы спастись и говорит о таких великих вещах, победах. Но, как пророк А.С. сказал, так оно и произошло. То есть, все, что пророк А.С. говорил, полностью оно так и произошло. И по твердо достоверному преданию передается, что он, А.С. словно видя своих сахабов, сражающихся в битре примута, находящимся на расстоянии месяца пути, в области Шама объявил. Тем самым сообщил каждое происшествие своим сахабам. «Через несколько недель с поля вернулся Я-Аля ибн Мунабби и не успел ничего сказать, как верный вестник А.С. подробностях рассказал ему о сражении. Я-Аля в ответ поклялся, все было точно так, как ты сказал». То есть, пророк А.С. сказал, что такой-то человек, Заид, будет во главе войска, потом его убьют, потом Ибн Раваха, Ибн Раваха станет во главе войска, потом его тоже убили. Потом Джахфар стал, его тоже убили, а потом Меч из мечей Аллаха, так он назвал Халид ибн Квалида. И пока этот сахаба еще не сообщил об этом событии, то есть приехал, они удачно завершили это сражение, рак А.С. сказал, не рассказать ли тебе, как все произошло. И он сам ему рассказал. Хотя в то время не было никаких камер онлайн, чтобы смотреть или что-то сообщил, чтобы телефону позвонить и так далее. Но пророк А.С. в точности сообщил об этом событии. И по достоверному преданию, что, и по твердому достоверному преданию, что в седьмом году Хаджире, день смерти хабачистского царя Ниджаше, принявшего веру, пророк А.С. сообщил об этом своим подвижникам и даже совершил джаназа намаз. То есть даже совершил за этим джаназа намаз. Через неделю пришло сообщение, что он умер именно в тот день, которым сообщил пророк А.С. То есть очень далеко это расстояние по тем временам. Через неделю только человек пришел с известию, смог добраться. Но пророк А.С. оказывается, за неделю раньше уже сообщил об этом и даже совершил джаназа намаз за этим человеком. И по твердо достоверному преданию известно, что когда он, А.С. находился вместе с четырьмя ближайшими друзьями на вершине горы Ухуд и Лихира, гора сотряслась, задрожала. Он, А.С. повелел в горе Усбут, фа-иннама, алейка, набию, ас-саддикум, а шагидам. Тем самым он предсказал, что Умар, Усман и Али, А.С. станут шагидами и его предсказание сбылось. То есть там находился пророк А.С. А.С. Абубакр, Умар, Усман, Али, А.С. А.С. сказал, гора стоит на месте, на тебе находится пророк А.С. 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 и шагиды. А шагиды – это уже трое следующих праведных халифов. Итак, о несчастный, бессердечный, бедный человек, закрывающий свои глаза перед этим солнцем истины, говоря, Мухаммад Аравийский был умным человеком. То есть некоторое большинство, даже кто не принимает, даже пророк А.С. А.С. говорит, что был умным человеком, большие преобразования совершил. Из пятнадцати объемлющих видов чудес ты услышал лишь одну пятнадцатую, а скорее одну сотую часть такого вида к сообщению о скрытом. То есть то, что мы здесь прочитали, о будущем пророк А.С. сообщил – это капля из моря. То есть сколько он говорил, и все это произошло и происходит. Ты узнал несомненную часть этого в степени смыслового таватура. То есть еще, как бы, да, которая несомненная передача. А так очень много хадисов есть. Человека, который своим умом может правильно предсказать хотя бы сотую часть тех событий, можно назвать величайшим гением, который своей проницательностью предвидит будущее. Основываясь на этом, если даже мы, подобно тебе, назовем его гением, то разве может быть ошибочно видеть человек, несущий святую гениальность по силе, равную сута величайшим гением? Разве он опустится до того, чтобы сделать ошибочное сообщение? Не слушать слова обладателя такой стократной величайшей гениальности о счастье двух миров, конечно, ничто иное, как признак стократной глупости. То есть, поскольку пророк А.С. столько сообщал о будущем, и все это произошло, А главное сообщение пророка А.С. о будущем, это было о том, что будет чудный день, о том, что будет рай, откроется и ад. То есть, самые большие его сообщения о будущем именно в этом заключались. Их не слушать является стократной глупостью. Субханако ла альмалана illа ма аламтана. Иннака антаналимул хаким. Валхамду лиллахи раббил ааламин.